Привет, друзья! Вот интересное дело, я вам сейчас расскажу. Коротко. Значит, коротко, лаконично, но такой, такой глобальный материал. Потому что это касается всех и каждого. Когда мы, например, ключи ищем, или, например, думаем, как правильно что-то сделать, ну там, конечно, и мы стараемся, и страх ошибки, безусловно, там бессознательно есть, который нам иногда мешает, а чаще всего и так и есть, что мешает, когда мы слишком стараемся со страхом ошибки. Так вот, наше внимание там сильно сосредоточено. Правильно. Вот у меня был случай недавно совершенный, я хотел там одно устройство починить, оно у меня сломалось. Я и так ставлю, и так ставлю, и так ставлю, ну как-то, ну, в прошлый раз вроде бы я сделал, получилось, а сейчас опять не получается. Вспоминаю, как же я делал, и так пробую, и так пробую. Потом походил туда-сюда, думаю, ну как все делать. А потом подошел, раз-раз и сделал. Вот что случилось. Тут мне недавно случай, моя приятельница рассказывала, что она, когда ключи ищет, то она как бы, ну, какое-то загадывает себе волшебное слово. Вот если она не может найти, ходит, ходит, не может найти. Загадывает себе какое-то волшебное слово, и как бы входит какой-то, как она говорит, лунатиком становлюсь. И иду, и иду, и сразу нахожу. Ну вот посмотрите, она вызывает у себя такое состояние трансовое, да, когда задача есть, то есть она сосредоточена на том, чтобы найти. А состояние полное такой свободности, свободы. И вот соединение вот этого внимания на цели, на цели, при том, что внутри свобода, а не постоянное сканирование, правильное я делаю, неправильное я делаю, которое суживает наше внимание, мы начинаем анализировать, и когда мы начинаем анализировать, то мы разделяем на части, а здесь она как бы позволяет синтезировать. И здесь получается, что внимание расширяется, при сосредоточенном внимании, объём внимания большой, рассеянный такой, и инстинкт, интуиция анализирует информацию, и все эти микросигналы, вот эти вот невидимые микросигналы, вот как я это сразу устройство починил, потому что когда в следующий раз подошёл, когда я как бы, ах, и раз, и сделал, не задумываясь, вот эти все микросигналы, мозг, он автоматически обрабатывает, а когда я сосредоточенно делаю, я не позволяю вот этой обработке совершиться. вот это очень сложный вопрос, я пытался лаконично выразить, но вы, наверное, можете вспомнить случай, когда вы там не только чего-то ищете, ну, например, вспоминаете фамилию, забытую, два-три раза пытаетесь вспомнить, вспомнить, нет, не получается, а потом как-то отпустили, она сама приходит, потому что в мозге происходит, когда мы отпускаем, вот понимаете, вот это вот одновременная сосредоточенность на цели и одновременно свобода для обработки всей информации, что мы туда не как палка в колесо стопорим, понимаете, почему я это говорю, потому что некоторая осознанность так понимает, что, например, когда идёшь, надо каждый шаг свой сторожить, осознанно идти, или чашку берёшь, вот надо осознанно её взять, нет, осознанность совершенно в другом заключается, не надо себе голову загружать вот этой ненужной детализации в тех вещах, которые на автомате должны происходить, осознанность это совершенно другое, мы об этом говорили и будем говорить, что такое осознанность, потому что, когда мы используем инстинктивные действия, например, когда тебя трясёт на экзамене, и ты потрясёшься дома перед экзаменом, несколько раз воображая экзамен, ты снимаешь напряжение, то есть ты свои инстинктивные реакции осознанно использовал в виде упражнения, и таким образом развиваешь осознанность, то есть свою природу инстинктивную ты начинаешь осознавать, и потом лучше понимать, какие задачи решать, вот что такое осознанность, а не контролировать каждое движение, так вот я что хотел сказать в итоге, есть люди, которые спонтанно ходят в транс, в детстве входили, вот во сне ходили, как лунатики говорят, они очень легко как бы, вот если они, допустим, над какой-то целью задумались, и отпустили детализацию, они автоматически, подчиняясь инстинктивному поведению, могут добиться решения задачи. Это мне напоминает одну метафору, когда сказано, что стреляющий ловко в цель, воедино с ней, с целью. То есть вот в этот момент стрела летит, она так летит, что, ну короче говоря, вы меня понимаете, да? А кто не понял, пишите комменты, задавайте вопросы, мы эту тему немножко обсудим. Нужно ли думать, когда ты что-то делаешь, или не нужно думать? Нужно стараться, или не нужно стараться? Ну, я думаю, ответ такой, что стараешься ты думать о цели, а не думаешь, как это достичь. А для этого ты должен быть внутренне свободен, да, чтобы не споткнуться, не споткнуться, когда идешь, к примеру. Ну, не знаю, что у меня получилось, в общем, это размышления, я поэтому не стесняюсь делиться с вами своими размышлениями. я, когда Чинскер Михайя тоже слушал, когда он говорил, что, в принципе, мозг не может иметь большой объем информации во внимании, там какое-то количество объектов только может фиксировать своим вниманием, а когда он в поток входит, то у него как бы, он своими словами говорил, но у него как бы внимание расширяется, и одновременно он учитывает все вот это пространство, все вот эти микросвязи, которые подсознание наше, безусловно, воспринимает и способно анализировать. Когда мы не мешаем ему свободно обрабатывать информацию при настроенном внимании на цель. Ну ладно, достаточно, по-моему. Запутал всех, наверное. Ну подумайте. В следующем ролике я скажу более понятно, потому что сам сегодня об этом ночью подумаю, как лучше это выразить. До встречи.